Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня будет интересно, весело и вкусно Так что поехали! Ну и как всегда, мое любимое напоминание С нашей программой «Утро дома» можно дружить в социальных сетях Мы есть в Фейсбуке, Инстаграме и на Ютубе Подписывайтесь! Да, и кстати, про Ютуб Знаешь, как называлось первое видео, которое загрузили на видеохостинг? Как? Я в зоопарке А знаешь, когда это произошло? Ума не приложу, но подозреваю, что не так уже давно Угу, 16 лет назад Ну если подумать, 16 лет назад это не так уж и много, но не так и мало Да, но наша жизнь с 23 апреля 2005 года точно изменилась А, так это 23 апреля еще и произошло, да? Да Интересно, а что еще происходило в этот день, знаешь? Этот вопрос не ко мне, а к авторам нашей рубрики «День в истории» 23 апреля исполняется 101 год со дня рождения известного украинского писателя и поэта Григория Тютюнника Он родился в небольшом селе Шиловка Полтавской области Окончив школу, поступил в Харьковский государственный университет на филологический факультет Однако Вторая мировая война помешала учебе Тютюнник отправился добровольцем на фронт После ранения в боях Григорий был комиссован домой Получив диплом о высшем образовании, начал активную образовательную и литературную деятельность В 1950 году в журнале «Советский Львов» был опубликован первый рассказ писателя «Мирон Разбийгора» Следом за ним Григорий Тютюнник издал сборник новелл «Звездные границы» Одна из самых известных работ писателя — Роман Вир За него в 1963 году Тютюнник был посмертно удостоен Шевченковской премии Роман лег в основу художественного фильма режиссера Станислава Клименко Григорий Тютюнник умер на 41-м году жизни Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает успешный украинский литератор Андрей Курков Его детство прошло в Киеве Высшее образование получил в Столичном национальном лингвистическом университете Потом работал редактором в различных изданиях, сценаристом на киностудии Довженко, а также преподавал за рубежом Еще будучи школьником, Курков начал писать Успех и признание пришли к нему после выхода романа «Пикник на льду» В Украине он был продан рекордным тиражом 150 тысяч экземпляров Роман переведен более чем на 30 языков От иностранных критиков «Пикник на льду» получил восторженные отзывы Среди других значимых работ Куркова — роман «Серые пчелы» о жизни на востоке Украины По мотивам произведений Куркова ставят спектакли и снимают фильмы Книги писателя входят в топ-10 европейских бестселлеров В 2014 году Андрей Курков был награжден Орденом Почетного Легиона Франции Ежегодно 23 апреля во всем мире отмечают Всемирный день книги и авторского права Дату учредили в 1995 году на 28-й сессии ЮНЕСКО, проходившей в Париже Выбрана она была не случайно, ведь 23 апреля родились многие известные писатели Среди них француз Морис Дрюон, исландец Хальдоур Лакснес, россиянин Владимир Набоков Главная цель праздника — подчеркнуть значение литературы в жизни каждого из нас, а также призвать людей к чтению Сегодня на просторах интернета огромное количество книг На сайтах их можно не только читать онлайн, но также и скачать Однако во Всемирный день книги и авторского права настоятельно рекомендуется приобрести печатное издание желаемого произведения, чтобы поддержать литераторов и поспособствовать поднятию продаж книжной продукции Такова традиция этого дня Статистика утверждает, больше всего читают книги в Турции, Испании и Таиланде А вот в Украине с каждым годом процент читателей уменьшается Лишь 27% украинцев читают чаще одного раза в неделю И только 8% делают это каждый день А каким будет 23 апреля 2021 года, зависит от каждого из нас